20 часов в Самаре. В эфире новости на канале Губерния. Студия Мария Левина. Здравствуйте. О главных событиях в регионе в начале этого информационного часа. И вот о чем расскажем. Сколько спортообъектов построят в губернии в ближайшие годы, чем планируют привлекать тренеров села и как будут поощрять молодых атлетов. В правительстве презентовали региональную программу «Мастер спорта». Надежные электронные удобные самарские производители протезов помогают ветеранам боевых действий вновь уверенно стоять на ногах. Средства реабилитации востребованы в разных регионах. Уже на этой неделе в Самарской области выборы губернатора. Узнаем, кто будет следить за легитимностью процесса и почему жители считают важным прийти на участки. Глава 63 региона Вячеслав Федорещев провел встречу с министром труда и социальной защиты населения России Антоном Котяковым. Сегодня глава федерального ведомства находился с рабочей поездкой в нашей области. Стороны обсудили состояние рынка труда, демографическую ситуацию и уровень средней заработной платы в губернии. Мы достигли уже в уровне 63 тысячи рублей в среднем за последние 8 месяцев. В том, что нехороший, он трекий по форуму, конечно, здесь есть к чему стремиться. Поэтому работаем по нескольким направлениям. Конечно же, в первую очередь, внимание социальной сферы, зарплаты учителей, врачей, работников социальных служб. Кроме того, создаем большое количество рабочих мест, что позволяет подтягивать зарплату в экономике и, как следствие, за счет возможности бюджета дополнительно финансировать зарплаты в социальной сфере. Антон Котяков отметил, в Самарской области на сегодняшний день хорошая ситуация с занятостью. Показатели по уровню безработицы ниже, чем в среднем по России. При этом есть достаточно серьезные потребности в квалифицированных кадрах. Важнейший элемент повестки этого года – подготовка и принятие стратегии демографической и семейной политики в Российской Федерации до 2030 года. В послании Федеральному собранию президент нашей страны определил дополнительный объем финансирования 75 миллиардов рублей на субъекты, где суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского. Самарская область вошла в число этих регионов. Ежегодно до 2030 года мы будем распределять между такими субъектами 12,5 миллиардов рублей. И нам важно также сегодня план работы по увеличению демографической составляющей согласовать и наполнить его действительно сутевыми, такими эффективными мероприятиями, направленными на повышение суммарного коэффициента рождаемости. Напомню, в стране действует система мер поддержки семей с детьми. Например, ежемесячная выплата на первого ребенка, на третьего и каждого последующего, не достигшего трех лет, а также от трех до семнадцати, и пособие беременным. Размер единого ежемесячного пособия зависит от дохода семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе. Обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун. Учитывается обеспеченность семьи и занятость родителя. Пособие назначается в том случае, если взрослые не имеют заработка, и на это есть объективные причины. Кроме того, существует и такой механизм, как социальные контракты. Главная его цель – поддержать семью в трудной жизненной ситуации и увеличить ее доходы. Они подразумевают не только матпомощь для развития личного хозяйства и открытия своего дела, но и для повышения квалификации, переобучения и поиска новой работы. О безопасности детей позаботились и специалисты Роспотребнадзора. Они рассказали об итогах летней оздоровительной кампании. Всего в регионе работали более 700 организаций отдыха, в том числе 44 стационарных лагеря и 665 дневного пребывания. В этом сезоне они приняли 99 тысяч мальчишек и девчонок. Чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера зафиксировано не было. С помощью лабораторных методов специалисты регулярно проверяли качество питьевой воды, продуктов, почвы и водоемов. При этом нарушения выявлены в 219 лагерях. В частности, у представителей надзорного ведомства возникали претензии к содержанию территорий и помещений, к организации питьевого режима, ведению документации на пищеблоке. По всем фактам, к административной ответственности привлекались виновные юридические и должностные лица. Предписания об устранении нарушения были выполнены в установленные сроки. Сейчас, как и никогда, нужно рассказывать молодому поколению о важных страницах истории нашей страны. Иногда и о трагических. Сегодня в России день солидарности в борьбе с терроризмом. Дата, за которой много печальных событий. Но нужно, как минимум, помнить о них, чтобы не допустить вновь. В стенах актового зала звучит метроном. Минута молчания в память о всех, кто погиб от рук террористов. В начале сентября по всей России вспоминают ужасные события, произошедшие в Беслане. Тогда, 1 сентября 2004 года, во время торжественной линейки, боевики захватили школу и три дня удерживали в заложниках детей и взрослых. Хоть прошло уже 20 лет, но тема терроризма снова на злобу дня. Именно ей посвятили разговор о важном Самарском колледже сервисных технологий и дизайна. Мероприятие для того, чтобы сегодня мы не только помнили, но у себя в семьях, у себя в коллективах. Вот про эту память говорил и думал каждый. И чтобы именно сегодня он был очень внимательным к тому, что происходит в эти дни. Я имею в виду специальная военная операция. И каждый, каждый может противостоять терроризму. Теракт в Крокусе, события в Белграде, атаки ВСУ на Курскую область и убийства мирных жителей Донбасса, которые начались еще в 2014-м, все это терроризм сегодня. Татьяна Потоцкая, журналист и заместитель директора Самарского областного вещательного агентства, автор серии документальных фильмов о том, что может случиться, когда границы между добром и злом стираются. Она снимала свои материалы в зоне спецоперации. Зелёные, потом такая волна, всё посыпалось. Хорошие, хорошие, все хорошие были. Одному позывной дом, молодой мальчик, один Кавказ. Это самарские ребята? Самарские, именно самарские ребята. Страшно. Как жить? Тогда был Беслан, сейчас у нас есть Аллея Ангелов. И это тоже страшно. И хочется сделать всё, чтобы каждый на своем месте правильно понимал вот эти причинно-следственные связи и делал максимум для того, чтобы приблизить победу, и для того, чтобы никогда больше дети не плакали, не умирали по вине взрослых. Практически невесомые хрупкие бумажные журавли – символы добра, мира и надежды. На их крыльях студенты написали свои самые заветные желания. Что ты напишешь? Желаю всем мирного неба на голову, чтобы больше такого не было. Наталья совсем недавно в Самаре. Из родной Донецкой Народной Республики пришлось уехать, чтобы остаться в живых. Мы жили там, но много обстрелов было, и дом уже был непригодный к жилью. Все окна, двери были заклеены пленкой, заклеены одеялами, всем, чем можно было, чтобы хоть как-то сохранить тепло в доме. Поэтому пришлось переехать в другое село. Там было поспокойнее, но и туда как бы дошло. Прорывались в Асу, и с Народи дальше долетали. Поэтому мы и оттуда уехали. Даниил тоже мечтает о мире. Для него это важно еще и потому, что тогда домой вернется его родной человек. Мой отец участник в специальной военной операции. И в данное время выполняет свои боевые задачи. Всему нашему народу мирного неба, чтобы все были живы и здоровы, чтобы все наши защитники Родины вернулись живыми и невредимыми к нам домой. Студенты колледжа тоже вносят свой вклад в приближение победы. Собирают гуманитарную помощь, делают окопные свечи, плетут маскировочные сети. Сергей Павлов, Наталья Бочарова, Дмитрий Алатарцев, телеканал «Губерния». И в продолжении темы. Ровно 79 лет назад окончилась Вторая мировая война. Капитулировала Япония. В честь значимой даты и в памяти о погибших героях в Самаре возложили цветы у горельефа на площади Славы. Екатерина Кузина расскажет подробнее. Ровно 79 лет назад, 3 сентября 1945 года, была полностью разгромлена фашистская и милитаристская Япония. Тогда же окончательно завершилась Вторая мировая война. Традиционно каждый год у горельефа скорбящей матери Родины на площади Славы в Самаре собираются общественники, сотрудники правоохранительных органов, кадеты, юнормейцы, неравнодушные жители и, конечно, ветераны. Конечно, в этот день мы всегда придем сюда, мы пообщаемся, мы поклонимся нашим ушедшим, возложим цветы к вечному огню. Мы всегда этот день храним в памяти. И большое патриотическое воспитание проводим в школах. И школьникам мы тоже передаем эту же память, чтобы из уст в уста шла она. И не теряли они никогда этот день. Это очень великий день. После капитуляции Германии и союзников, Япония продолжала оккупацию Кореи, Вьетнама, Китая, Таиланда. На захваченных территориях велись бои, а Советский Союз освобождал эти страны. Десятки миллионов жизней. Такова была цена победы над мировым злом. Сейчас, особенно ветераны, они этим очень не только взволнованы, но они переживают, чтобы никакого повторения таких событий. Это мы опять вспоминаем, годы великой отечественной, и то, что сейчас творится на Украине. Поэтому ни в коем случае забывать таких дат не позвали, но никому в мире. Екатерина Кузина, Сергей Овчинников, Телеканал «Губерния». А сейчас к событиям наших дней. Самарская область продолжает собирать и отправлять гуманитарную помощь для жителей Курской области. В связи с началом учебного года собирали школьные принадлежности. Мы собираем по запросу наших коллег общественной палаты из Курской области все необходимое к началу учебного года для детей. Мы все подготовили необходимое для детей. Дети будут получать свои знания, будут дальше учиться. Федерация профсоюзов Самарской области активно принимает участие в формировании гуманитарного груза для жителей Курской области. В первую очередь для детей в связи с началом нового учебного года, для того, чтобы детишки могли продолжать учиться, и чтобы жители смогли пережить этот непростой период. Сбор гуманитарной помощи общественная палата ведет в Самаре по адресу улицы Фрунзе, 110А. Добавлю, что наш регион также продолжает принимать и размещать жителей, эвакуированных из приграничных районов. Еще о тех, кто помогает приближать победу и заботиться о героях. В Самаре производят протезы, ортопедическую обувь, корсеты и другие реабилитационные средства, в том числе для ветеранов специальной военной операции. Сегодня мощности предприятия оценил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Слова моей коллеге Татьяне Пудовой. Георгий Сечев начал свою карьеру в протезировании после того, как сам прошел эту процедуру. Зная ситуацию изнутри, получил специальное образование. Теперь занимается реабилитацией пациентов, помогает им на каждом этапе, чтобы сделать переход на использование протезов более плавным и комфортным. Сам я работаю здесь не так давно, всего два года. Работа очень интересная, затягивает. В связи со СВО очень востребовано сейчас. И также много пациентов с заболеваниями. Саконодиабет очень распространенное заболевание. Технические средства реабилитации, созданные в Самарском филиале протезно-ортопедического предприятия, продемонстрировали министру труда и социальной защиты России Антону Котякову. Эти протезы с повышенной безопасностью управляются с помощью телефона или компьютера и имеют функции, которые помогают предотвратить падение и спотыкание. Пациенты рассказали о своем опыте. За 8 месяцев этого года протезирования прошли 313 человек. Из них 18 – участники специальной военной операции. Кроме того, уже отправлено 42 высокофункциональных протезов бойцам в разные регионы страны. Поддержка ветеранов СВО не ограничивается только протезированием. Она включает в себя комплексный подход, начиная от медицинской помощи, реабилитации, психологической поддержки и заканчивая социальной адаптацией и возвращением к нормальной жизни. Напомним, что тема поддержки участников СВО и их семей в Самарской области обсуждалась на недавней встрече руководителя региона Вячеслава Федорищева с президентом страны Владимиром Путином и получила высокую оценку национального лидера. В Самаре сегодня прошел и демографический форум Приволжского федерального округа. Эксперты и общественники со всего Поволжья обсудили актуальные вопросы одной из национальных целей развития России на предстоящие десятилетия. Это сохранение населения, укрепление здоровья и поддержка семей. Новые идеи и предложения звучали на дискуссионных площадках. Подробнее Сергей Павлов. Супруги Елены и Владислав Охотины – счастливые родители и успешные предприниматели. Около шести лет занимаются кожевым делом, развить которое помог соцконтракт. К любимому ремеслу приучают троих детей, чтобы было кому продолжать традиции. Эти изделия делаем мы. Не кто-то один, я, например, или моя супруга. Мы задействованы в этом во всем вместе. Кроме того, дети, они растут и видят пример. Старшая дочка у нас тоже делала свои изделия. И это свидетельствует о том, что пример передается. И это берется как семейная традиция. Охотины делятся своим опытом и примером на демографическом форуме. Масштабное событие приурочено к Году семьи и объединило представителей органов власти и общественных экспертов со всех регионов Поволжья. На профессиональных дискуссионных площадках они искали ответы на вызовы сегодняшнего дня в сфере демографии. Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семей – одна из национальных целей, поставленной главой государства на предстоящее десятилетие. Дано поручение во все новые национальные проекты включить мероприятия, направленные на улучшение качества жизни семей с детьми и повышение рождаемости. Глава государства также неоднократно подчеркивает, что рождаемость – это главный интегральный показатель всех усилий органов власти в социальной и экономической сфере. Условия проживания, наличие необходимой инфраструктуры, рабочих мест, доступность к качественной медпомощи, образования – все это влияет на демографию. И здесь государство подставляет плечо. Действуют и совершенствуются инструментарии мер господдержки. Например, индексируемый мат-капитал, льготная семейная ипотека, система единых пособий, соцконтракты с семьям с детьми. Самара сегодня является такой демографической столицей по Волжи, где собрались разные представители разных субъектов и давали достаточно интересные предложения. Мне сегодня очень понравилось предложение работодателей Самарской области, которые предложили разрабатывать несколько позиций с точки зрения социального стандарта для предприятий по поддержке многодетных семей. Минимальный социальный стандарт, более полный, максимальный социальный стандарт. Это как раз одна из тех задач, которые мы перед собой ставили для того, чтобы максимально вовлечь бизнес, вовлечь предпринимательское сообщество в решение демографических проблем в нашей стране. Вопрос демографии является одним из приоритетов в деятельности правительства Самарской области. Сейчас в разработке новый масштабный региональный проект «Моя семья», который будет учитывать как федеральную помощь, так и местную. В губернии уже действуют 38 мер поддержки, которые охватывают почти 230 тысяч семей. По сути, мы сейчас смотрим на комплекс мер, который был бы направлен не только и не столько на социальную сферу, а на все сферы жизни, которые могут так или иначе влиять на то, чтобы семей были больше. Это, конечно же, лишнее строительство. Мы также с министром обсудили. Есть много подходов, которые бы позволили жилищные условия улучшить в семьях, молодых семьях, многодетных семьях, которые бы по-настоящему давали возможность семьям развиваться. Наше совместное предложение с Ассоциацией работодателей о том, чтобы внедрить социальный стандарт поддержки многодетных семей на предприятиях, мы также будем масштабировать. Результаты дискуссий и общения в ходе форума помогут разработать эффективную и действенную стратегию демографической и семейной политики до 2036 года. Сергей Павлов, Александр Каракулько, телеканал «Губерния». Уже на этой неделе жителям Самарской области предстоит проголосовать за одного из кандидатов на пост руководителя региона. За честностью и открытостью избирательного процесса проследят общественные наблюдатели. О том, какую подготовку они сейчас проходят, рассказали эксперты в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства. 6, 7 и 8 сентября жителям Самарской области предстоит выбрать губернатора. Чтобы избирательный процесс был максимально открытым, честным и легитимным, на всех участках будут работать общественные наблюдатели. Это люди разных возрастов, социального статуса и профессий. Все они прошли обучение. Один из основных итогов нашей работы – это подготовка общественных наблюдателей, которая осуществлялась как в Самаре, так и в муниципальных образованиях нашего региона. И второе важное достижение наше – мы уточнили статус в соответствии с законодательством каждого наблюдателя. И, как требует закон, до 2 сентября информацию о каждом наблюдателе мы предоставили в территориальной избирательной комиссии. Закон требует, чтобы каждый наблюдатель соответствовал определенным условиям. К примеру, человек должен быть совершеннолетним, не принадлежать ни к одной из политических партий, не являться сотрудником силовых структур, не быть депутатом, не иметь судимости и статус инагента. Для подготовки общественных наблюдателей в регионе проводят специальный форум. За этот год наблюдатели от общественной палаты проходят уже третий избирательный цикл. И перед каждыми выборами проходило обучение. Естественно, и законодательные основы, и права наблюдателей, наши ограничения мы все изучали. И за это время у каждого из наблюдателей скопился свой определенный опыт. И было интересно этим опытом, чтобы люди обменялись. Эксперты прогнозируют, что текущая политическая обстановка в мире может оказать значительное влияние на активность избирателей. Все больше людей осознают свою ответственность за будущее родного региона и страны в целом. Все аналитики и наши, и, так скажем, в других регионах отмечают, что на фоне последних событий и СВО, и вот провокации в Курской области происходит все больше и больше сплочения населения. В силу этого сплочения населения сглаживаются многие разногласия. Поэтому я бы отметил, что нынешняя избирательная кампания происходит в условиях более корректного отношения кандидатов друг к другу. У жителей будет возможность проголосовать на любом удобном избирательном участке. Для этого нужно было заранее к нему прикрепиться через госуслуги, МФЦ, участковую или территориальную избирательные комиссии. А знают ли жители региона о датах голосования и считают ли важным посещать выборы? Об этом мои коллеги спросили людей на улицах Жигулевска. Знаю, что 6, 7, 8 сентября у нас выборы губернатора Самарской области. А сами вы пойдете голосовать? Конечно, конечно. Это очень важные выборы. И мы выбираем будущее наше. То есть мы должны обязательно все прийти на выборы, чтобы отдать свой голос. Всей семьей обязательно. Это наша традиция. Мы даже маленького ребеночка с собой всегда берем. Дети должны с детства привыкать к тому, что они ответственны за будущее своей страны. Я считаю, что человек должен обязательно выразить свою гражданскую позицию. Он не имеет права чего-то требовать, если сам не сделал свой выбор. Конечно. И всей семьей туда пойдем. А как вы считаете, важно ходить на выборы? Очень важно. Это будущее нашей страны, будущее наших детей. Обязательно на выборы пойдем. И, конечно, считаем, что это важно. Я пойду на выборы с детьми, чтобы они тоже понимали, зачем мы туда ходим. Ведь это единственный шанс помочь нашему городу стать крашей. Не только городу, но и губернии. В Самарской области стартует региональная программа «Мастер спорта». Документ разработан по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева при участии самих спортсменов и общественности. При формировании программы старались максимально учесть все пожелания и предложения. О том, как она будет реализовываться, каких целей планируется достичь и какую поддержку получат муниципалитеты на развитие спортивной сферы, расскажет Сергей Сергеев. Приобщить к занятиям физкультурой как можно больше жителей губернии, оказать материальную поддержку тренерам, а также развивать инфраструктуру для занятий спортом. На решение этих задач не только нацелена новая региональная программа «Мастер спорта». Она создана по решению главы региона Вячеслава Федорищева, а в формировании документа участвовал широкий круг представителей спортивного сообщества. То, как будет реализовываться программа, обсудили на встрече в областном правительстве. Участие приняли заслуженные мастера спорта, тренеры и руководители федераций. Наши основные цели к 36-му году таковы. Войти в 30-ку лучших регионов по уровню обеспеченности объектами спорта. А по доле граждан, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, мы стремимся попасть в 20-ку сильнейших. Ну, а также ставим себе цель сохранить свое преимущество и быть в десятке по уровню подготовки спортивного резерва и спорта высшего достижения. Так, на укреплении материально-технической базы всем муниципалитетам губерний из областного бюджета выделят порядка 47 миллионов рублей в этом году. 36 миллионов получат муниципальные спортшколы. 192 миллиона уже в этом году направят на обновление существующих и создание новых спортобъектов. Всего же планируется, что в ближайшее время таковых в регионе появится более 500. В программе предусмотрены меры поддержки тренером, молодым специалистам. В частности, для их привлечения на сельские территории с 2025 года будет запущена программа «Земский тренер». Спортсмены также смогут рассчитывать на единовременное вознаграждение в размере от 20 до 150 тысяч рублей за разряды и почетные звания. Эта выплата введена по инициативе Вячеслава Федорищева. Планируется, что ежегодно ее будут получать порядка тысячи человек. У нас программа привязана к бюджету, и поэтому здесь также одновременно в перечень поручений, чтобы все бюджетные процессы были правильно построены, и уже при подготовке нового бюджета 25-27 мы все предложения учли. Дальше. Нам необходимо обеспечить максимально качественную обратную связь со спортсменами, с коллегами, которые с нами сейчас здесь, которые участвуют в нашей работе. Поэтому совет при губернаторе по развитию спорта нам необходимо уже утвердить. Принято. В ходе обсуждения программы к главе региона обратился представитель спортивного сообщества Новокуйбышевска. Он пожаловался, что в одной из местных школ нет директора, а само здание приходит в упадок из-за нехватки финансирования. Вячеслав Федорищев пообещал, что уже в ближайшее время проблему решат. В течение месяца Лидия Анатольевна сейчас формирует комиссию по моему поручению, и в течение месяца там будет назначен руководитель. Как только там появится руководитель, как только программа того, что мы будем делать, будет утверждена, дополнительное финансирование со стороны региона будет. Школа не закроется, школа будет продолжать работать, восстанавливаться там, где необходимо восстановиться и быть, какой она всегда была, сильной и великой. Как отметил глава региона, несмотря на то, что программа «Мастер спорта» сформирована, она постоянно будет дополняться и корректироваться в зависимости от дальнейших приоритетов и запросов отрасли. Регион продолжает участвовать и в реализации федерального проекта «Спорт нормы жизни» нацпроекта «Демография», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. Цель к 2030 году увеличить долю жителей области, систематически занимающихся спортом, до 70%. Сейчас этот показатель превышает 57%. Сергей Сергеев, Константин Макаревич, телеканал «Губерния». Я напомню, что за здоровый образ жизни в России можно получить так называемый социальный налоговый вычет. Это возврат 13% за занятия физкультурой и спортом. Кстати, в 2024-м лимиты вычета увеличены. Если раньше максимальная сумма, с которой можно было оформить такой кэшбэк, составляла 120 тысяч рублей, то теперь 150 тысяч. Это значит, что максимально можно вернуть почти 20 тысяч рублей. К слову, раньше было 15 600. Есть несколько обязательных условий для того, чтобы оформить такой налоговый вычет. Во-первых, услуги должны быть оказаны организациями или ИП, которые включены в особый налоговый перечень. И самому гражданину необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства, либо через работу дателя. Или сделать все через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Кстати, вычет можно получить и на ребенка. В нашей стране существует несколько социальных налоговых вычетов. Их можно получить не только за занятия физкультурой и спортом, но и за лечение, покупку медикаментов, обучение и страхование. А мы возвращаемся к теме спорта. В Самаре стартовала Всероссийская спартакиада специальной олимпиады по мини-футболу «Матч Добра». Это соревнование для людей с ограниченными возможностями. Участие примет более трех сотен спортсменов с нарушениями здоровья. Помимо матчей будут организованы мастер-классы. Обо всем подробнее Светлана Стребкова. Эта спартакиада проходит в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Она проводится для спортсменов с интеллектуальными нарушениями, которые не менее полугода занимаются по программе специальной олимпиады и являются участниками региональных соревнований. Команды из 12 регионов будут состязаться за кубки медалей в течение трех дней. Специальная олимпиада России была основана 25 лет назад и является одной из самых крупных национальных программ в этом всемирном движении. «Наше отделение работает в 70 регионах нашей страны. И, конечно, мы проводим регулярные соревнования всероссийского уровня и регионального уровня. Под поддержкой Министерства спорта Российской Федерации мы проводим более 15 всероссийских комплексных соревнований по 30 видам спорта». Всероссийские соревнования по мини-футболу проводятся в четвертый раз и впервые в Самаре. Из 27 команд почти половина местные. Есть в том числе и игроки из психоневрологических интернатов. «Будем надеяться, что ребята покажут, как они готовились, покажут свой максимум. Но в любом случае, даже если кто-то не победит на соревнованиях, специальные олимпиады, всегда это больше праздник. Всегда все уезжают с эмоциями, с подарками». От клуба «Крылья мечты» на турнире выступят сразу пять команд. Самому младшему из игроков всего 8 лет. «Мы сейчас начали принимать с малых лет, у нас группа есть, чтобы ребята быстрее втягивались в тренировочный процесс. И когда раньше начинаешь в футбол играть, соответственно, быстрее учишься. И по достижению юношеского возраста у тебя уже какие-то футбольные навыки есть. Во взрослой жизни уже легче вступать». Матвей Бруяк, искрылив мечты, в матче «Добра» уже участвовал в прошлом году в Сочи. Был признан там лучшим игроком. Его главная спортивная мечта – стать профессиональным футболистом. «Я настраиваюсь. Никогда не переживайте, будь сильный. Я буду всегда сильным. Отдавать пас, либо забивать пил». Футбольный клуб «Комета» из Ростовской области представлен на турнире двумя командами. Тренер Никита Белугин работает с ребятами третий год. Уже точно знает, как настроить их на победу. «Самое главное – позитив. Позитив, креативность. Ну и, конечно же, радоваться тому, что у нас есть такие детки. И все-таки, что у нас и получается выезжать на какие-то соревнования, заниматься и помогать им развиваться». «Ростов-папа» приехал за первым местом только. И все. Без первого места в Ростов нельзя. Там отругают. Мы надежда Ростова». На церемонии открытия выступили самарские гимнастки. В номере они лихо управляются с лентами и мячами. Но есть в их спортивном арсенале и булавы, скакалки, обручи. А в копилке достижений – медали высокого уровня. «Мы ездили на всероссийские соревнования уже два раза. Девочки побеждали там. У них каждый свой уровень. «С» – самый легкий и «Четвертый» – самый сложный. Конечно же, мы стремимся к четвертому. Самарские спортсмены – одни из фаворитов спартакиады. На единых играх специальной Олимпиады прошлого года в Казани сборная региона завоевала 19 медалей. Светлана Стребкова, Сергей Костин, телеканал «Губерния». И смотрите далее в нашем эфире. Больше полумиллиона рублей штрафа заплатит предприниматель, который трудоустроил нелегальных мигрантов. Расскажем об итогах рейда в Волжском районе. КВН «Сродня любви» вечно. Субт, который пройдет в Самаре на этих выходных, как попасть на шоу, мы узнали. Они готовы создавать оборудование и материалы для машиностроения, беспилотной авиации и медицины. В Тольятти открыли технопарк передовой инженерной школы о перспективных разработках в этом выпуске. В Волжском районе на производстве продуктов питания отрудился целый коллектив мигрантов. Вот только не у всех имелись патенты на трудовую деятельность в России. Сотрудники управления по вопросам миграции областной полиции в ходе рейда установили, что нелегально здесь работали 7 зарубежных гостей. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Не избежал наказания и работодатель, который нанял иностранцев. Он заплатит несколько штрафов на общую сумму в 750 тысяч рублей. Решение вынесся в Волжский районный суд. Профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства проводятся в регионе регулярно. О проблемах в этой сфере и о том, как их решить, поговорили на профильной конференции в реготделении партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». У нас много ситуаций, когда один человек едет сюда на работу, а вместе с ним еще шесть человек приезжают сюда жить. И получается, мы получаем одни рабочие руки, и шесть человек мы получаем на ту же самую нагрузку для бюджета. Это в плане медицины и социальных мер поддержки. Представители партии считают, что исправить ситуацию с правонарушениями, а также экономической нагрузкой, поможет выдворение иностранцев, которые проживают на территории России без гражданства и не работают. А также исключение мер поддержки таких категорий. Партия видит верное решение о создании Федерального министерства миграционной политики. В рамках данного министерства предлагается ряд мер. Первое, конечно, это наведение полного порядка. Второе, прекратить выдачу виз. Третье, ответственность работодателя за мигрантов. Почему? Потому что в основном мигранты действительно приносят пользу экономике именно в строительной сфере. Во всех сферах, к сожалению, в частности сфера ЖКХ, это, по сути говоря, теневой бизнес и закрытая экономика. Для государства миграционная политика должна соответствовать следующим требованиям. Единственной целью миграционной политики Российской Федерации должно быть содействие развития экономики страны в целом, ее отдельных отраслях. При этом категорически не пускается ни в какой мере ущемление или нанесение ущерба интересам нашего государства, общего и отдельным проживающим гражданам Российской Федерации. В осеннюю сессию реагодделение партии соберет круглые столы с участием общественников для выработки совместных подходов. И еще об ответственности. Штрапы за самовольное подключение к системам водоснабжения и водоотведения в России увеличены в 10 раз. Об этом самарцам напоминают представители ресурсной организации. Если раньше за незаконную врезку с гражданина взыскивали от 1 до 1,5 тысяч рублей, то теперь от 10 до 15 тысяч. Предприниматели же за аналогичное нарушение теперь штрафуют на 100-200 тысяч рублей. По словам специалистов, нелегальное присоединение к городским сетям приводит к разрушению колодцев и труб, по снижению давления воды, выходу из строя пожарных гидрантов, попаданию в систему водоснабжения, сторонних примесей и инфекций. В текущем году сотрудники РКС Самара выявили 83 нелегальных пользователя. Общая сумма начисленных им штрафов превышает 2,5 миллиона рублей. Специалисты подчеркивают, легальное подключение обходится в разы дешевле. В Тольятти появилось место, где мастера-ремесленники смогут продвигать свою продукцию. Речь о ярмарках, которые теперь каждые выходные проходят в сквере в честь 50-летия АвтоВАЗа. После того, как я уволилась с работы, искала себя и нашла в таком творчестве. Я работала социальным работником, и мое призвание на самом деле – это приносить людям пользу. И я решила так себя реализовать, приносить людям пользу тем, что произвожу полезные снеки. Часть продукции я выращиваю сама у себя на даче. То есть все ягоды – это собственноручно выращенные. Что-то я закупаю у поставщиков. Томаты я тоже сама выращиваю, вялю. Запустить работу ремесленной ярмарки – решение главы области. Вячеслав Федорищев лично встречался с мастерами. Совместно с администрацией Тольятти, а также региональными Минпромторгом и Минэкономразвития этот вопрос был проработан всего за месяц. Так или иначе, люди должны знать, что делают, скажем так, их жители города, да, и какое творчество они могут нести в массу. Практически все мастера, они каждый уникален по-своему, каждый несет в свою продукцию, то, что он делает, в свою душу вкладывает. И это очень здорово. В планах сделать такие ярмарки по всей области. При этом мастерам не придется платить за аренду. Более того, Вячеслав Федорищев предложил организовать семинары. На занятиях самозанятых будут обучать тому, как продвигать продукцию на маркетплейсах. Проконсультироваться по вопросам ведения собственного дела, пройти бесплатное обучение и даже получить финансовую помощь. Все это возможно в центрах «Мой бизнес» благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Подробнее о мерах поддержки начинающих и опытных предпринимателей региона в рубрике «Комментарий». Центр «Мой бизнес» – это как раз центр соединения всех мер поддержки и всех организаций инфраструктуры, куда можно и нужно в первую очередь прийти тем, кто даже задумывается о начале бизнеса, а уж не только его ведет. И там получить, начиная от консультации по любому вопросу, связанному хоть с налогообложением, хоть с правовой формой существования бизнеса, с его реорганизацией, его возможностями, и, конечно же, получить сами меры поддержки, начиная от обучения различного рода и короткого, и длинного, и акселерационных программ, и специальных по направлениям для сотрудников сферы маркетинга, продвижения какого-то СММ, бухгалтерии, юристов, а также тех, кто занимается, например, производительностью труда, улучшением внутри компаний. Для малого бизнеса это тоже доступно. Это все, что касается обучения. Есть специальное обучение для молодых начинающих предпринимателей, когда прям с АЗОВ мы даем нужный объем знаний. Это не вузовские программы, это вот здесь и сейчас все, что нужно знать для того, чтобы открыть бизнес, а также привлечь начальное финансирование. То есть результатом этого обучения становится получение грантов для молодых предпринимателей, 500 тысяч, которые можно сразу же использовать на открытии своего бизнеса. Следующее, если бизнес уже развивается, есть возможность финансовой поддержки. Для этого тоже нужно прийти в центр «Мой бизнес». Там у нас гарантийный фонд Самарской области, который предоставляет микрозаемное финансирование, а для больших проектов уже выдает поручительство для того, чтобы компания получила в банке любой кредит, который им нужен. Если эта компания желает выйти на экспорт. Любая идея в том, что ваша продукция будет востребована не только внутри страны, но и за ее рубежом, может найти поддержку в центрах поддержки экспорта, который тоже в «Мой бизнес» существует. В Тольяттинском государственном университете открылся технопарк передовой инженерной школы. Это современная научно-исследовательская площадка с широкими производственными возможностями. В портфеле школы почти 40 проектов, которые будут решать задачи для самых различных отраслей. В открытии технопарка приняли участие министр науки и высшего образования России Валерий Фольков и глава региона Вячеслав Федорищев. Про инженерную мысль материал Сергея Павлова. В данном случае мы можем наблюдать испытания магниевого сплава, того самого биорезервируемого, который сейчас у нас является приоритетным. Под высокоточными микроскопами просвечивается любой материал. Ультратонкие срезы помогают узнать его структуру и состав. После этого составляют формулы и производят необходимые сплавы. У промышленных предприятий в этом большая потребность. Сейчас основное направление у ученых Тольяттинского госуниверситета – создание магниевых имплантов. Самое главное, что мы разработали полностью цепочку технологий. На сегодня уже этот продукт зарегистрирован. Само производство лицензировано. Это на самом деле огромный труд всего нашего коллектива. У проекта уже есть индустриальный партнер. В университете запускают производственную линию изготовления магниевых имплантов. Выполнив свою миссию в организме, они могут растворяться, не создавая риски для здоровья. Такие конструкции особенно актуальны для лечения бойцов, прошедших СВО. Его не приходится удалять, и мы избегаем повторного растворения в организме. Оно разыграется, и все, да. И в то время травм, травм, ортопедии, различных операций, восстановительных. Такого у нас не производится никогда. В Толятинском университете большое событие, приуроченное к началу учебного года. Здесь открыли технопарк передовой инженерной школы. В торжественной церемонии приняли участие министр науки и высшего образования России Валерий Фольков и глава региона Вячеслав Федорищев. Технопарк – это современная научно-исследовательская площадка с широкими производственными возможностями. Большую роль в создании технопарка сыграл АвтоВАЗ. Именно совместная работа университета и автозавода позволила ВУЗу в прошлом году стать победителем конкурса в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы». Изработка лаборатории от всеми системы контроля используется для послеоперационного контроля, геометрической точности деталей в автомобилестроении. Более 400 таких комплексов было поставлено на АвтоВАЗ, обеспечив тем самым импортозамещение зарубежных разработчиков. Всего на базе технопарка «Передовой инженерной школы ТГУ» открыты пять образовательных пространств. Это инжиниринговый центр высокотехнологичных производств и различные лаборатории, в том числе ультразвуковых и лазерных технологий. Вот здесь, именно в этой «Передовой инженерной школе» мы видим абсолютно уникальный пример. Как крупное предприятие АвтоВАЗ подходит и поддерживает университет, в котором получают и кадры, и научные знания. И в этой синергии появляются вот такие замечательные новые центры. Здесь работают молодые ученые, люди уже с большим опытом, и все работают на создание новых высокотехнологичных и отраслей и производств. Вот мы в сердце стратегии развития экономической саморской области видим именно поддержку такого сплава – наука, кадры образования и производства. При поддержке региона, мы сегодня с Александром Андреевичем обсудили детально очень все проекты, и главным принципом их реализации является синергия двухуровней публичной власти, в данном случае федерального и регионального. «Поддержка с обеих сторон, что мне кажется принципиально важно, готовность вместе способствовать тому, чтобы университеты, конечно, очень уверенно двигались в первую очередь в эту сторону». В портфеле передовой инженерной школы 39 наукоемких проектов. Их реализация позволит решить инженерные задачи в интересах автомобиля, машина, станкостроения, большой химии и медицины, а также производств беспилотных летательных аппаратов и беспилотных транспортных средств. Сергей Павлов, Андрей Авдеев, телеканал «Губерния». На этих выходных в Самаре состоятся игры КВН. Среди самых веселых и находчивых и детское движение, которое, кстати, признано одним из самых сильных в стране. Как будут смешить зрители и как получить пригласительные, мы узнали. 6 и 7 сентября в Самарском ледовом дворце имени Владимира Высоцкого будет горячо. От искрометных шуток, звонкого смеха и непрекращающихся аплодисментов. В Самаре проведут игры КВН. В 11 сезоне перед зрителями выступят юмористы высшей лиги и детские команды. КВН 60 лет, но он с каждым годом все более процветает. То есть сюда приходят все больше новых лиц. И КВН – это очень актуальная игра, потому что там шутят про то, что происходит сейчас. Юмор, он, грубо говоря, как любовь, он никогда не устареет. И это вечное чувство. Люди всегда должны иногда грустить, иногда смеяться. И вот за смех отвечает такое прекрасное шоу, как КВН. И это просто что-то вечное. Это что-то, что не должно загнивать. Потому что, как сказала Лиза уже, КВН – это всегда актуальный юмор. Вот отменили телефоны на уроках, мы уже про это шутим. И просто КВН, я лично люблю КВН и считаю, что он никогда не устареет за его прекрасную атмосферу. Для 63-го региона КВН – это уже добрая традиция. Сами участники даже прозвали его физкультурой, потому что вовлечены могут быть все желающие. Для этого при поддержке правительства Самарской области созданы все условия. Суть игры на самом деле одна и та же. Просто желание порадовать зрителя и получить свою какую-то порцию драйва, энергетики, одобрения от зрителя и от мира. Поэтому мне очень нравится, что и взрослый, и детский КВН сейчас развиваются совершенно параллельно. И детский КВН, мне кажется, сейчас уже практически не уступает популярности взрослому. Потому что, по крайней мере, в Самарской области точно у нас очень сильное движение детского КВН. Билеты на игры бесплатные. Найти их можно либо на сайте КВН Самара, либо в своем образовательном учреждении, а также в министерствах и департаментах. Но поторопиться стоит, потому что желающих, судя по опыту прошлых лет, гораздо больше, чем в свободных мест. Ажиотаж большой. Мы, на самом деле, уже по проведению прошлогоднего мероприятия в таком огромном масштабном формате, уже испытывали потребность во втором таком событии. И люди уже заранее начали бронировать. Самарская молодежь талантливая во всем. В частности, мы говорим сейчас о творчестве. В творчестве они помогают себе и другим своим коллегам освоить этот социально-творческий лифт, на котором они поднимаются, в первую очередь, здесь по КВНской лестнице. Но я думаю, что и в жизни они получают заряд эмоций, быстрый склад ума и коммуникацию между людьми. Самарская область всегда была среди передвеков различных творческих направлений, в том числе в сфере КВН. В союзных играх куйбышевская команда играла в 70-е годы. С 2005 года турниры проходят среди средних, профессиональных и высших учебных заведений. В лигах юниоров и трудовой молодежи с 2014 года в нашем регионе проводится Кубок губернатора. Причем в России это был первый подобный турнир. Екатерина Кузина, Мария Левина, телеканал «Губерния». В конце августа в Москве прошел третий международный детский культурный форум. Участие в нем приняли ребята из всех регионов Российской Федерации, а также из зарубежных стран. В общей сложности более двух тысяч юных талантов. Наш регион представили 12 человек. Сегодня у нас в гостях художница Варвара Радимова. Добрый вечер. Добрый вечер. А также Софья Сыромятникова, заведующая отделом социокультурного проектирования Агентства социокультурных технологий. Приветствую вас. Добрый день. Софья Сергеевна, наверное, первый вопрос я адресую вам. Расскажите в целом про форум, насколько это масштабное событие. Вы знаете, это действительно масштабное событие. Пожалуй, из всех федеральных таких вот фестивалей и форумов я могу выделить на первое место. Ну, по меньшей мере, потому что это дети. Это самые талантливые, одаренные дети со всей страны и ближних государств. И в том числе не ближние государства в этом году. Действительно, география была очень широкая. И это огромное количество экспертов, спикеров, лидеров общественного мнения, которые привлечены к участию в этом форуме, в программе. То есть это возможность пообщаться напрямую с такими звездами, как Бабкина, например, как Сергей Безруков. Это очень важно для тех, кто занимается определенным видом творчества по их направлению. То есть актерам, которые, конечно же, получить совет от Сергея Безрукова было важным таким моментом в жизни. Действительно, дети, которые приезжают на подобные федеральные мероприятия, запоминают их на всю жизнь. Вот что в себя включало программы этого форума? Это мастер-классы, лекции или какие-то деловые, может быть, программы? Да, это очень интересный, кстати, момент. Дело в том, что для каждой делегации рекомендовано посещать определенные мероприятия. То есть каждая делегация получает свой перечень мероприятий, но есть обязательно свободные места, где можно посетить что-то еще. Потому что программа огромная, мероприятия проходят как на открытых площадках, так и закрытых площадках в этом году. Это был Московский дворец пионеров. И мы, наверное, охватили максимум в этом году. Ребята в этом году из делегации нашей Самарской области очень активные, очень такие прорывные. Очень много взяли автографов, пообщались лично. И да, это не только мастер-классы, это дискуссии, это различные, в том числе, концертные мероприятия, пленеры. Ну и все то, где можно как-то проявить себя. Да, это очень важно. Вот мы уже отметили, что 12 человек от Самарского региона посетили этот форум. Вот почему именно эти 12 человек? Какой-то кастинг проходил? Во-первых, существует определенная квота на 11-12 человек каждый год. И, конечно же, здесь очень большой конкурс проходит. И отбираются участники, это дети, учащиеся различных школ искусств, художественных школ, которые как-то себя проявили. То есть стали лауреатами первой, второй степени различных масштабных конкурсов, международных, всероссийских. То есть в этом году у нас набралось 12 таких одаренных, талантливых, активных, красивых, замечательных детей. Вот одна из них сегодня с нами, Варвара. Здравствуйте. Расскажите вообще о своих впечатлениях, что больше всего понравилось, запомнилось. На форуме я познакомилась с большим количеством интересных людей, поучаствовала в мастер-классах, также поучаствовала в создании арт-объекта, азбука культуры. Еще поучаствовала в Хакатоне, где наша команда заняла первое место. Поздравляем вас. Спасибо. Мы разрабатывали проект мобильного приложения, с помощью которого дети и подростки смогут изучать культуру родного края, так и других областей и городов в увлекательной форме. Как вообще участники? Я вот знаю, что там помимо того, что из разных регионов Российской Федерации участвовали, да, еще и зарубежные гости. Вот насколько это все было интересно, вот это вот межкультурное взаимодействие? Ну, я как-то мало взаимодействовала с участниками из других стран. Ну, само то, что они там присутствовали, это очень здорово, по-моему. Что скажете о программе, насколько она насыщенная была? Что удалось успеть за эти дни там? Там было очень много интересных мероприятий. Конечно, очень жаль, что не удалось попасть на все, но на которых я побывала, мне действительно запомнились. Например, мастер-класс «Ботаническая иллюстрация», встреча с художником Алексеем Крюковым, с проректором Строгановского университета. А есть ли какой-то момент, который запомнится на всю жизнь, которым хочется делиться со всеми своими друзьями, близкими? Ну, больше всего что запомнилось? Наша делегация, очень хорошие ребята, мы очень хорошо все сдружились, хорошо было с ними проводить время. Какие знаменитые люди вам? Почастливилось с кем познакомиться, что от них перенять? Может быть, какие-то навыки? Чем вас там учили? Я побывала на дискуссии с директором «Союзмультфильма», также побывала на творческом уроке «Как создаются спецэффекты». Я думала всегда, что создаются именно на зеленом фоне, а это узнала, что по-другому. Очень интересно было об этом узнать. Вот участие в этом форуме, оно вам что-то дает на будущее? Ну, точно дает. Это как минимум опыт. Да, как минимум опыт участия в таких масштабных мероприятиях. Мы вас еще раз поздравляем, что не только удалось попасть на такое масштабное мероприятие, но еще привести оттуда такую победу для нашего самарского региона. Я напомню, что беседовали мы с юными талантами Самарской области, в частности, Варварой Радимовой, художницей, а также с нами была Софья Сыромятникова, заведующая отделом социокультурного проектирования Агентства социокультурных технологий. На этом у меня все. Прямо сейчас прогноз погоды, а сразу после эфир канала «Губерния» продолжит сериал «Отмена всех ограничений». Следующий выпуск новостей в полночь. Всего доброго! В среду в Самарской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем плюс 16, плюс 22, ночью плюс 8, плюс 13. Ветер будет дуть северо-восточной со скоростью 8-13 метров в секунду. На севере и западе в дневное время плюс 16, плюс 21 на востоке и юге, 18-22 градуса тепла. В Самаре облачно с прояснениями днем плюс 18, ночью 11-15 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы 765 миллиметров в ртутного столба, относительная влажность воздуха 37-63%, температура воды в Волге 18,4 градуса. Субтитры создавал DimaTorzok